Товарищ юрист 1 класса, судебный представитель наступление на службу. Хорошо, расписывайся. Так начинается утро судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Правда, сегодня им предстоит необычное дежурство. 28 сентября проходит инструкторско-методическое занятие со старшими судебными приставами. Они проводятся не реже одного раза в полугодие. Рязанский районный суд разбит на 6 участков, на каждом из которых судебные приставы подчеркнут новые знания по правильной организации несения службы. Перед началом занятий инструктаж. Следом проверка оборудования. Палка резиновая, наручники, газовые баллончики, а также бронежилеты и работа раций. Первая учебная точка – организация пропускного режима. На столе перед рамкой металлодетектора для образца лежат запрещенные предметы. Холодное огнестрельное оружие, а также легковоспламеняющиеся жидкости и наркотические вещества. Тайком пронести любой из этих предметов в зал суда не получится. Для более тщательного осмотра применяют компактные ручные металлодетекторы. А здесь у вас что? Учебная точка номер два – это осмотр здания суда и судебных помещений. Первым делом осматривается входная дверь. Сохранилась ли на ней печать, не поврежден ли замок. Потом зеркалами сотрудники входят внутрь. И вот уже первая находка. Следом его коллега находит подозрительное устройство за лампы освещения. Все это, конечно же, муляжи. Правда, спрятаны они в самых труднодоступных местах, чтобы максимально приблизить ситуацию к реальной. Это наша с вами, понимаете, работа. Это наша с вами жизнь. Нужно относиться к этому очень серьезно. Осматривать перед каждым судебным заседанием и не реже одного раза в час. Обеспечение безопасности в зале учебного заседания – это третья учебная точка. Наглядный пример. На слушании находится неспокойный посетитель. Он постоянно мешает и не реагирует на замечания судьи. Судебные приставы. Вы видите гражданин Ивановый из зала суда. Да не буду я больше нарушать. Вы что? К вам будет имена физическая сила. Зачем? Я же спокойно уже сижу. Бывают ситуации хуже. Человек, который дает показания, может попытаться подойти к судье, чтобы что-то показать или рассказать. Жданин Иванов, не было этих фотографий. Да были я, знакомился с делом. Я все видел. Давайте вам покажу. Покажу с чего. Так куда? Остальные три учебные точки – это сборка и разборка автомата и пистолета. Обеспечение безопасности исполнительных действий и препровождение судебными приставами иностранных граждан. Занятия проводят с целью фору. Единственные принципы организации занятий. И обучение правильным, целесообразным методом проведения данных занятий. Усвоение сотрудников отдела необходимых практических и теоретических навыков. Такие занятия проводятся не реже одного раза в полугодие. Здесь судебные приставы могут отточить свои навыки и проверить себя в ситуации, которая максимально приближена к реальной. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».